Привет! Меня зовут Эд. И сегодня мы будем говорить о таком неприятном и болезненном недуге, как пяточная шпора. Постепенно я буду вылаживать каждые 10 дней по одному видео. И ссылки потом будут прибавляться внизу под каждым видео из этой серии. А рецептик на сегодня такой. Берем, готовим соответствующую посудку. Такую небольшую, ну максимум пол-литровую ванночку. Можно даже меньше. Далее, нам необходимо будет свежее куриное яйцо полностью. И уксусная эссенция. 70% уксусная эссенция. Я рассказываю рецепт конкретно для этого процента уксусной эссенции. Далее, нам потребуется еще хорошее сливочное масло. Берем одно яйцо, закидываем его в нашу баночку. И наливаем примерно 3 столовые ложки уксусной эссенции. Осторожно все так перемешиваем. Уксусная эссенция немножечко должна покрыть яйцо. Или практически полностью. То есть не берите яйцо, вернее не берите банку сильно широкую. А такую, чтобы когда яйцо туда полностью вывлили, чтобы сама банка была не широкая. Вливаем яйцо и потом 3 столовые ложки уксусной эссенции. Потом берем примерно 150-200 грамм сливочного масла. И осторожно его растапливаем. Немножечко растапливаем, чтобы оно было жидкое. Нагревать его нужно до примерно 80-90 градусов. Но чтобы оно не закипело. Потом растопленное масло отставляем. И чтобы оно остыло примерно до комнатной температуры. Дальше. Где у нас влита в баночки яйцо и уксусная эссенция. Осторожно размешиваем. Чтобы яйцо полностью лопнуло. Если вдруг оно еще не лопнуло. Сильно мешать ничего не надо. Потом, после того, как мы размешали яично-уксусную нашу смесь. Добавляем туда наше растопленное 200 грамм сливочного масла. Хорошо закрываем. И где-то в квартире, желательно хорошо еще укутав. Укутав. Возьмите какую-нибудь тряпочку или что-то еще маленькое, небольшое. И укутаете эту баночку. И поставьте где-то на полку. Через трое суток все уже готово. Берем, вынимаем. Осторожно, хорошо все перемешиваем. И это наша уже мазь, так сказать, мазь. Которой мы будем смазывать нашу пяточную ушку. Берем вечером, моем ножку. И берем марлю, аппликацию нашу из марли. Пять слоев марли. И хорошо накладываем на нее нашу мазь. Дальше. Фиксируем к пяточке, к нижней части. И стретч-пленкой или просто пленкой. Одеваем носки. И ложимся спать. Утром все хорошо смываем. Данный рецепт, он довольно такой реактивный. Потому что там все-таки эссенция 70%. И будет возможно слезать. Кожа будет слезать. Шелушиться слезать и так далее. Если сильно будет слезать и очень глубоко. Значит прерываемся. На столько дней. Насколько нужно, чтобы все зажило. И опять можно намазывать. А так в принципе где-то через день работаем. Если немножко там что-то шелушится. Или чуть-чуть слезла кожа. Ничего страшного. Если глубоко уже слезла. Тогда прерываемся на какое-то время. Чтобы там все зажило. Потом опять продолжаем данную методику. И работаем до появления результатов. Потом, когда результаты появились. Желательно перейти на менее реактивный мой рецепт. И продолжить уже с другим рецептом. С которым можно поработать где-то 2, 3 или даже 4 недели. У меня уже эти рецепты есть. Вы уже их видели. И можете в принципе дальше с ними поработать. Вот такой был сильный древний рецепт от пяточной шпоры. Для облегчения состояния и уменьшения боли. Спасибо за внимание. С вами сегодня был Дэд. Не болейте. До встречи на моем канале. И пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему дому.